Женщина, сейчас вы в этом убедитесь, это Елена Мир, это практикующий психолог, парапсихолог, экстрасенс, ясновидящая, гипнолог, регрессионист. Если вы не знаете, кто такие регрессионисты, я немножечко расскажу, я знаю, кто это такие. Это проводники, которые вводят вас в ваше прошлое воплощение и в жизнь между воплощениями в тонкий мир. Я сама там один раз была и впечатление вынесло весьма и весьма яркие. Помимо всего прочего, Елена Духовный целитель, художник, автор книг о видениях, имеет два высших образования, более 20 лет практикует осознанные сновидения. Автор проекта «Сказки на ночь», принимает участие в телевизионных программах, трансформационных, проводит авторские семинары. На тему волшебное сновидение, осознание во сне и наяву, гармонизация отношений в паре, волшебство мира, берегение и хранитель и много-много еще чего. Он проводит консультации, диагностику, расшифровывает сновидения, использует руны для более глубокого просмотра, использует карты, таро, как определенный класс информации, помогает людям в сложных ситуациях, меняет события жизни в нужном направлении. И сегодня наша речь пойдет о сновидениях. Итак, я смотрю, уже немножечко времени ухватило у Елены. Елена, извините меня, пожалуйста. Если вы готовы принять у меня микрофон, поставьте мне, пожалуйста, в чат плюсик. А я вас попрошу поприветствовать нашу гостью своими аплодисментами. Аплодисментики – это у нас ряд восклицательных знаков. А еще можно поставить веселые смайлики или написать теплые слова приветствия. Ну что ж, Елена появилась, а я уваляюсь в зрительный зал, для того, чтобы вместе с вами послушать о тайнах наших сновидений. Итак, встречайте, у нас в гостях Елена Мир. Так, здравствуйте, меня слышно? Поставьте плюсик, если слышно. Так, слышно, хорошо. Сейчас я презентацию поставлю. Так, презентация. Мир, ставьте мою презентацию сами. Называется «Тайный слух». Можете? Потому что я что-то тут растерялась в этой комнате. Можно погромче, можно. Сейчас здесь есть громче. Вот так громче или нет? Так, в моих документах. Почему я их не вижу, мои документы? Так, Мира, слышно меня сейчас? Вот так громко или нет? Так, а где мне найти мои документы? Раньше было видно, теперь их не видно. Подскажите еще раз. Да, нашла, все. Нормально, да, в медиатеке, правильно. Хорошо. Ну, моя... Немножко расскажу о себе. Поставьте, кто меня злёсики. Кто сейчас здесь и меня знает? Анна, Лариса, Оксана, Мария. Хорошо. А кто меня не знает? Поставьте минусики. Так, минусов много. Ну, хорошо. Хочу сказать, что сновидения – это узкая такая тема достаточно. И я занимаюсь ими сновидениями, растолковываю их, осознаю сновидения. Можно сказать, с детства, то есть очень много-много лет. Ну, в детстве у меня снились сны, осознанные и неосознанные, но очень интересные, необычные. Я всех расспрашивала вокруг взрослых и так далее. Все время спрашивала, мне никто не мог ответить и так далее. В общем, так началось мое исследование мира сниний. Сейчас есть вот эта книга «Моделирование будущего во сне». А перед этим у меня 20 лет назад она также выходила и называлась «Управляемые сны». А еще до этого, как я сама издала книгу с самоздатом, это был путь астрального воина сновидящим. То есть мне снились сны, разные сны, где была борьба, где были кошмары. И вот то, что происходило, как я воевала, как я справлялась со всем этим. Когда снится осознанный сон, не очень это понимают психологи, что это такое. На опыте это тогда, в то время было малого количества людей. Что значит осознавать себя во сне? Это быть таким же осознанным, как здесь в реальности, в нашей реальности. А там ты совершенно в другой реальности, которая имеет совершенно другие законы. И ты тоже осознаешь себя в той реальности и хорошо помнишь об этой реальности. Это тогда никак не принималось. Только благодаря Кастаниде тема осознанных снов была очень продвинута дальше. Поэтому вот эта книга «Моделирование будущего во сне», она как раз рассказывает о моем опыте вот этого становления в осознанных снах и вообще в жизни. Что мне помогло, что мне мешало и так далее. Но также я рисую картины. И сейчас я могу сказать, что раньше я не стала рисовать картины, я начинала рисовать. Но теперь я могу нарисовать и образы, и все, кто ко мне приходит в образах, я могу уже нарисовать портреты и все, что происходит. И сейчас мои сны более гармоничны, более красивы, потому что что дают осознанные сны и вообще что и тайны сновидений? Это по сути осознание, конечно, осознание. И это осознание дает устойчивость восприятия в мире. Чтобы не происходить, психика становится устойчивой, потому что ты все время смотришь в глубину своей души, внутрь своего подсознания. Ты исследуешь все области, которые приходят к тебе во сне. И вот эти области ты как бы отрабатываешь, гармонизируешь, меняешь, улучшаешь, изменяешь вот эти все события, которые к нам приходят. Единственное, что невозможно изменить, это все-таки уход из жизни любимых людей. Потому что приходит время, приходит время. И что бы ты ни делал, просто у самого человека есть свое желание, свое намерение уйти. И это время приходит, и здесь важно отпустить и тоже принять. Как очень разумно писала Анна Рива в своей колдовской книге, она говорила о том, что надо мудро смотреть на жизнь. И обращаясь к Господу, она говорила о том, что дай мне мудрости понять то, что необходимо сделать, и то, что происходит помимо моей воли. Вот это только сны. Сны все время несут разную информацию, и не только мне, но и моим близким тоже. Ну и что вот здесь я хочу сказать вам еще. А, ну, потом, если будет в записи, вы можете увидеть, сколько у меня вообще курсов много. Еще даже здесь это не все отображено. То есть вы можете прийти ко мне на консультацию по любому вопросу, касающихся и вот этих данных, что здесь есть, что я вам предлагаю. То есть я предлагаю и регрессию, даже она может пройти в консультации, то есть более минимальная. Я также могу предложить вам и сказки на ночь, и проект «Карта снов», где мы путешествуем по мирам, познакомимся с внеземными цивилизациями. Но это уже как бы индивидуально и очень лично достаточно, потому что, опять же, здесь наше мировосприятие играет роль. Кому нужен успех в жизни детей, их дети были успешны, чтобы они хорошо учились, здесь исследуются уже со стороны более такой прагматичной, более по тестам исследуется внимание ребенка, память ребенка. Почему, например, ребенок наклоняется за ручкой без конца на уроке, а его ругают, а ему просто нужно наклониться, чтобы у него правообращение было хорошим. И поэтому здесь ребенок самостоятельно выискивает норму для своего поведения. Или ребенок встал и пошел в классе, не слушает учителя, ходит и так далее. Здесь тоже есть коррекционные упражнения, которые знают вот это поведение в школе. Ну и так далее. В общем, здесь уже когда отдельно посмотрите или здесь напишите, я тогда Мире, мы пришлем ссылки отдельно. Все вопросы по этим курсам, которые я предлагаю, или консультациям, или занятиям, можно обратиться к Мире. Она вам даст ссылки на это. Ну так, переходим к нашей теме. Что в ней будет? Это я расскажу о тайнах сновидений, о образах снов и ясновидений. Образы снов очень много существует. Соников очень много, и они иногда противоречивают друг к другу. Но образы снов все равно для вас могут стать постоянными, и они будут отображать то, что будет происходить дальше в реальности. Также и в мире вы можете на каких-то своих образах, сигналах мира, ваше будущее, что оно отображает дальше. Сегодня я расскажу вам, все тише и тише, сегодня я расскажу вам, сейчас буду громче говорить, как заказать сновидение для решения своего вопроса, что делать, чтобы понять свое сновидение, как поступить, если приснился кошмар, что делать, если приснился умерший. Вот такие темы. Так, теперь на первую мою тему, как заказать сновидение для решения своего вопроса. Что здесь нужно? Во-первых, настроиться на то, что вы желаете увидеть. Вспомните таблицу Менделева, вспомните других ученых. Надо думать, да, думать о том, что вы хотите. И нужно выразить очень конкретное желание. Вот главное – это конкретно выразить желание, точное желание, чтобы оно не было расплывчатым, чтобы оно не было абстрактным. Более конкретно. Все вот в это упирается, именно конкретное ваше выражение желания. Можно даже написать это конкретное желание на листочке и положить под подушку. Или положить куда-то рядом, написать плакат. И это не обязательно, что вам приснится в этот же день. То есть имейте терпение, имейте намерение, и тогда это увидят. Особенно хорошо видятся вот эти сны, когда вы хотите услышать ответ, узнать ответ через сновидение. В дни праздники, праздники такие религиозные, праздники даже Новый год, 8 марта, когда собирается энергия вот этого счастья, радости. Также вы можете увидеть эти сны на Луне и на Волуне. То есть смотрите вот за природными циклами и за человеческими сферами. Внимание, вот праздник – это то, что даёт энергию человеческой сфере. И вы как раз можете. Ларина, пример. Как желание сформулировать? Можете сказать? Скажите любое своё желание, я скажу, как сформулировать. Так, Елена, морских чудовищах типа Лохнеска хотела покататься. Сегодня снилось. Ну прекрасно, Елена, у вас значит это получается. Аспирин. А если приснится автомобиль? Инна, запись будет, пришлите, связь плохая. Связь… Так, слышно меня хорошо. Аспирин. Если приснится вам автомобиль, автомобиль, что для вас? Это желание иметь автомобиль? Или это… Можно ещё рассматривать сны с биологической точки зрения. Что несёт автомобиль? Это механика, да? Это удобство, с одной стороны. Но для вашего биологического тела это ничего не даёт. То есть смотреть надо со всех сторон. И для каждого, чтобы понять образы своих снов, для каждого нужно вставлять свой индивидуальный конкретный сонник. Вот вы пишете, снилось то-то, вот у меня случилось то-то. Или ничего не случилось. Ну, дальше я немножко не буду рассказывать. Лариса, мне нужно, например, понять, какой товар продавать в своём интернет-магазине. Не могу определиться никак. Может, подсознание подскажет. Конечно, подскажет. Вы так и задаёте вопрос, какой товар я продаю в своём интернет-магазине. И вы, во-первых, когда пишете на листочек свой вопрос, на листочке, делайте это что-то красивое. Листочек красивый, ручка красивая, вот эти чернила какие-то украстье. Это понравилось другому миру. Что вы слезли не просто так, как отписки, мол, а вот так вот с уважением. Уважение проявите к сновиденному миру. И так он откликнется. И не обижайтесь, если в первый день вы не запомните. Ну, или не придёт сон, то есть ответ не придёт. Бывает так, что мы спрашиваем, а к нам вот этот посыл информации, он спускается. Там тоже думают, там выстраивают разные планы, как бы разные вот эти ходы, выходы. Вот этих всяких программ, всяких переходов. И вот это спускается, а мы уже и не хотим узнать. Да, бывает так, что хотели, хотели, раз и не получилось узнать. Оно постепенно, постепенно в наши платы энергии земные спускается. И вам готов ответ, а вы уже не хотите. Да, ответ улетает обратно. И все решают, а пусть сам самостоятельно двигается, пусть сам узнаёт. Так, вы выражаете при этом ещё намерение, что нужно не только запомнить сновидение, но и проснуться, сниться за ночь. Вы можете запомнить последний, последний вам ничего не скажет, а это снилось там где-то в 2 часа ночи, то есть в одном из первых снов. Поэтому имейте намерение, что вы проснётесь, когда вот этот ответ придёт к вам. Или практикуете утреннее засыпание. Вот вы ставите будильник раньше, немного раньше вашего подъёма, допустим, в 7 вам надо вставать, вы ставите в 5. Выходите, смотрите на улицу, на небо. То есть вы ходите на балкон или от окна, или вы вообще можете выйти на улицу, если поваляет погоды. Вы как бы говорите с миром, и потом выражаете вот эти свои мысли, как бы выражаете всему пространству вокруг, потому что пространство вокруг живое. Можете Богу, можете святому, можете любимому мучить, люгуру, которому вы доверяете и уважаете. Вот вы это всё высказываете. Можно чуть-чуть что-то съесть, там маленький кусочек сыра, белок. Белок вот помогает, даёт энергию. И дальше ложитесь, засыпаете. И вам вот утром уже чётко приснится ответ на ваш вопрос. Допустим, если не в 5, а в 7 вставать, можно в 6 попробовать и в 7 вставать. То есть вы будете вот свой вопрос-ответ. Смотрите, как утром, как ваше осознание пробуждается, как вообще пробуждается информация в сновидениях. Но при этом надо, конечно, быть пахнувшим. Если вы устали, вы не получите ответ. То есть можете не получить. Исключаются даже усталому, может присниться это только в празднике. В празднике там энергия даёт, независимо от того, что вы устали. Рита. Можно во сне узнать срок событий, который ты хочешь узнать? Это тоже можно. Говорят, бывает. Очень точно там вплоть до сужения вот этого срока до 3 дней. А иногда бывает даже часы, говорят. То есть можно узнать, но это вот нужна тренировка. Вот как вы зарядку делаете, мышцы накачиваете. Они же не сразу у вас, мышцы появляются. Также и здесь вы накачиваете вот это информационное поле, вот это своё сновиденное поле энергии, получить информацию достоверно. То есть вы всё время исследуете. Вы кладёте рядом дневник снов, тоже красивый желательно, и ручку, или фонарик, или диктофон. И вы зарисываете. То есть сны, они очень быстро улетучиваются, потому что мы попадаем в состояние дрема, в альфа-ритма, а дальше это переходит уже в более глубокий сон. И вы можете, поэтому, возвращаясь к нашему бета-ритму, к бодрствующему состоянию, вы можете, конечно, быстро вот эти ритмы меняются, и вы уже забыли. То есть всё забыло. И поэтому люди просыпаются, только оторвали голову от подушки, уже ничего не помнят. Поэтому постепенно, медленно вставайте. Не надо быстро. Вы ещё находитесь в глубоком состоянии, в дремотном состоянии, даже когда проснулись. Вот как раз это самое время хорошо прокрутить свой сон, или прокрутить день в этом подграничном состоянии дрема, потому что это одно из великих состояний, где вы можете программировать себя. То есть это гипнабельное состояние. И вот так я работала со своими кошмарами. Если что не так, я просыпалась, я меняла сразу это сновидение, очень ярко преобразовывала его несколько раз, если оно было эмоционально окрашено. Тоже всё это меняло, как бы успокаивало полосты энергии. Но опять же есть варианты такие, когда события, они очень точно вам даются, и вы их изменить. Потому что эти события пришли из самого верхнего мира, где мы не можем поменять, мы просто можем поменять. Но принять, как? Всё равно поломку подстелить можно, потому что вы уже знаете, что это будет, вы уже более гармонично к этому подходите. Вы как бы не гневаетесь, не ругаетесь, не обижаетесь. Вы знаете, что это есть. И это надо пройти, и это надо принять. Так, Наталья, добрый вечер. Лариса, спасибо. Так, Лариса, а можно так, например, спрашивать, где я встречу мужчину моей мечты, за который выйду замуж? Так, вот здесь вот этот вопрос некорректный. Потому что мужчину моей мечты надо описать более конкретно. Более конкретно. Во-первых, начать я встречу, когда он уже приснится, когда вы точно его опишите. Хотя бы характер, хотя бы вот эти вот, что вы конкретно хотите, каким вы хотите его увидеть. Что-то должно для тонкого мира обозначить. Потому что вот, смотрите, есть же варианты, их много очень рассказывают. Например, девушка запланировала. Она идёт такая красивая по улице, и останавливается лимузин, и ей рука протягивает розу. Да, и всё это сбывается, но ей рука протягивает розу чёрная. То есть ей негра дарит цветок. Но она же не это планировала. То есть вот нужна конкретика во всём. То есть если мы работаем вот с такими материальными желаниями, материального мира, вот что у нас? У нас всё материально. Медицина материальна. Плюс, минус, всё очень материально, всё очень точно. Поэтому если конкретно в материальном мире узнать ответ, нужно конкретный, точный вопрос задавать. Аспирин. А если снится страшный сон, то можно подумать, о чём-то весёлом страшный сон пропадёт. Значит, да, можно подумать. Это вас переключит. Энергия, внимание, переключится. Грузии, мечи там и прочее. И как действовать заранее планируют, если вот кто-то нападёт или ещё что-то. Так, Бориса, уже давно пишу этот список качеств мужчины мечты и визуализации делаю, но без результата пока. Ну, задайте вопрос через сновидение. Если вы делаете этот список качеств мужчины мечты и визуализации делаю, но без результата пока, значит, не хватает энергии. Здесь же ещё надо смотреть род, смотреть это прошлое, почему это пришло. Бывает очень стопорится желание. Где-то оно набрало энергию. Вот у вас много энергии, а там, в вашем прошлом, собралась тоже энергия. Собралась энергия переплетения событий. Это тоже огромный поток энергии. Понимаете? И вот этот огромный поток энергии, что вы не знаете, оно становится тормозом. Тормозом оно не пропускает. То есть надо разобраться вот с тем, что есть. Посмотреть с разных сторон вот на эту проблему. Почему? То есть осознать очень многие вещи. Ваше окружение, ваши близкие, ваш род, ваши отношения, где вы кого обидели, может быть, где вы что-то не так сделали. Или даже вот в прошлом, я могу сказать, по своему роду, то есть по роду мужа, там было проклятие. То есть жена, например, увидела мужа, что он там изменяет ей на сеновщиной. И она после ее парализовала, и она 12 лет лежала парализованная. И вот что она могла думать в тот момент? То есть она проклинала все. Проклинала мужа, проклинала, и тем самым проклинала в следующие поколения. То есть это такой образовался энергетический пласт, который мешал быть гармонией вот здесь в нашем настоящем, мешал нашей семье. Вот я потом это все как бы увидела, поняла, осознала и начала с этим работать. То есть главное понять, откуда какие энергии идут. Понять энергии, уже как-то с ними начать их, это как пожар, вы обнаружили, и все это надо гармонизировать, гармонизировать уже по-своему, на своем плане. Хотя вы вроде бы не виноваты ни в чем, но все равно вот это воздействие с прошлого, оно работает независимо, то есть влияние независимое. Так, Оксан, я сейчас вот Оксана, потом Ларису вижу, вот я на два вопроса отвечу, и дальше я все-таки перейду к сновидениям, к нашим. И когда я всю тему закончу, я... Вам с удовольствием отвечу. Я люблю вопросы. Оксана, подскажите, очень часто снится, что не могу найти дорогу домой, или ищу пропавшего мужа с 2000-го года. Ну вот здесь повторное сновидение, очень часто снится, повторное сновидение. Вот это как раз тоже говорит о том заторе энергии, который скопился. и с этим надо разобраться, чтобы вот эти сновидения пропавшего мужа, значит, вот это осталось. Здесь чисто психологические аспекты влияют. Влияют психологические аспекты, и пока мы с этим не разберемся, на интуитивном плане, на эмоциональном плане, на вот этом логическом нашем плане, пока мы не разберемся, здесь надо отдельно консультироваться, потому что работа идет через ваше восприятие. То есть я буду говорить некоторые слова на вашем, а вы будете реагировать на них. И здесь мы тогда откроем истину постепенно. Это через небольшое погружение, не то, что вы глубокое, гипнабельное, не под сутнозом, а через небольшое погружение это все можно открыть, открыть вот этот пласт энергии и более гармонично его провести. Лариса, я поняла, благодарю вас за пояснение. Хорошо, вот сейчас пока не пишите, а потом я буду вопрос уже, на вопрос отвечать конкретно. То есть вот, как доказать сновидение для решения своего вопроса. Все вы поняли, да, используют промежуточное состояние между сном и бодрствованием. То есть можно вечернее использовать, можно утреннее использовать. Но еще, вот что интересно, так как мы, как матрешки, тоже имеем разные тела, тонкие тела, да, чем каждый наш скафандр, можно сказать, на определенный пласт энергии может попасть. То есть мы, вот допустим, в нашем физическом теле мы же не можем там не дышать под водой или быть в огне. То есть мы не можем. А в тонком теле мы можем. То есть в определенном тонком теле мы можем. Мы там обладаем другой энергией. У нас тело сформировано по-другому. Так. И поэтому, когда изучаешь вообще сновидение, то можно смотреть на пласты энергии Земли, нашей планеты. Не просто Земли, да, а именно нашей планеты, энергии Земли. И пройти по всем этим пластам энергии Земли. Вот здесь кроется тоже тайна сновидения, потому что именно через, когда вы проходите через эти пласты энергии, когда вы понимаете, что это за энергии, как они влияют на вас, потому что мы тоже состоим также вот из этих пластов энергии. То есть это видно по нашему рождению, по зародушу, как он меняется, какие стихии у нас. То есть мы воздухом дышим, кровь в нас вода, кость в нас земля, и температура тела огонь. Вот все эти стихии есть в нас. Но формировалась планета Земля, и в том числе человек, проходя вот эти определенные пласты. И когда человек спит, он тоже проходит эти пласты энергии. Все проходят осознанно или неосознанно, но в этих пластах энергии, как в слоях, заложена своя энергия, которая помогает человеку вылечиваться, помогает находить знания, помогает быть удачливым. Вот когда начинаешь понимать вот эти переходы, то есть первый пласт энергии – сфера стихии, как образовалась Земля. То есть все состоит из Земли, огня, воды и воздуха. Все мы проходим, мы сами так образованы. То есть если вам во сне снится, допустим, очень много воды, которая на вас, поток энергии водяной, волна огромная идёт, и вы попадаетесь, то есть у вас отчаяние внутри, или что-то такое. То есть это как вариант кошмара, только с энергией стихии. Или в Землю вы попадаете очень глубоко, и вам страшно. Или очень никто боится высоты, там где-то вверху и падает, как бы самолёт разбился или ещё что-то. Значит, у вас в этот момент, вот когда это снится сон, он сон как предупреждение, говорит о том, что нарушена гармонизация с определённой стихией. Что вы сделать могли не так, чем обидели стихию? То есть можно там плюнуть в воду, плюнуть на землю, отравить воздух, да, табачным дымом. Я не имею в виду табачный дым, но чем-то таким, да. Осознанно отравить, там, может быть, это начальник на заводе травит, ещё что-то. Или экономия на чём-то происходит. То есть вы это делаете, и вы тем самым как бы или в лесу вы на мусор или накидали, там, в чистом месте, ничего не закопали, не убрали. И постепенно это купится. Не думайте, что всё такое, да, всё вам подвластное, человек, царь, природа и так далее. На самом деле энергии купятся, и когда-то даже вот эти энергии, энергии стихий начинают терпение, начинают терять хорошее отношение к человеку. Поэтому что здесь делаете? Договаривайтесь с водой, разговаривайте с водой. Вода вообще всё как бы программирует и слышит вас. То есть если случилось что-то, огонь очень такая божественная, сильная, загорел дом, значит тоже здесь или какие-то помехи пришли, и эти помехи убрались, или просто очистительный огонь, и он собрал все энергии, и вы начинаете жить, как с нового листа. То есть не всегда пожар – это плохо, но, конечно, это я говорю немножко с позиции совершенно другой. Пожар – это плохо, если гибнут люди, но бывает много, много вещей, много ненужного, много других подарков, непонятно каких. И тогда вот случается такое, что энергии очень много накопилось в этом пространстве, и огонь это всё чистит, убирает. Или опять же огонь, в чём-то, со стихией огонь очень надо быть осторожным, она очень жива, и она реагирует мгновенно на все ваши мысли. То есть, может быть, костёр как-то залили не тем. То есть духи огня, духи воды, духи воздуха, духи земли – все откликаются на наши мысли и на наши отношения ко всему. Но это вот на моём личном опыте, здесь я могу много говорить на эту тему, но это более сокровенно. Это вы уже сами, когда будете видеть в сновидениях, что что-то вот такое происходит в плане стихий, что-то не так, вы уже тогда просто работаете конкретно. То есть сны – это подсказки, сны – это вообще относится к области ясновидения. Можно о них не обращать, считать, что это переработка мозга, воспалённое сознание или ещё что-то, но если обращаешь, ты понимаешь, что сны очень информативны, и это ваше подсознание, и оно вам помогает. И зачем тогда сны? И зачем вам тогда подсознание, если оно не помогает? Оно помогает, когда относишься более внимательно ко всему этому. Дальше, в следующий пласт энергии – это сфера микроорганизмов, то есть как вот бактерии появились, на планете Земля, и мы тоже, да, такие из маленького-маленького яйцеклетки появляемся с сперматозоидом. То есть вот микроорганизмы, совсем малюсенькие, оттуда мы начинаем рождаться. То есть что здесь может присниться такое? Вы можете здесь целительная сфера, вот его покасаться, песочки, его там вытирают всё время руки и прочее. Он будет более чахлым по сравнению с тем, который на природе ползает, смотрит на букашек, смотрит, руки могут быть испачканы и прочее. Но он вот в этот пласт энергии входит, входит в этот пласт энергии и как бы становится единым с этими энергиями. И поэтому дальше у него хороший иммунитет, он меньше болеет и так далее. То есть если родитель очень боится вот сферы микроорганизмов, да, всех этих бактерий и так далее, если родитель, то вот эта энергия передаётся ребёнку, и это дальше будет проявляться. Как это проявляется в сновидениях, вы можете увидеть, это может быть через свои какие-то заболевания, которые вы внутри себя увидите. Вы что-то видите, ну, в виде слизи, в виде микроорганизмов, которые могут быть в вашем организме или в вашем окружении. Если вы только в эту сферу посмотрите, вы можете уже это увидеть. И тогда гармонизируете уже эту сферу. То есть если есть что-то, вы видели неполадки в своём организме в виде слизи или в виде чего-то некрасивого, непотребного, что вам неприятно и так далее, смотрите, что такое, что это за энергии, и меняйте, гармонизируйте, договаривайтесь уже с этими пластами энергии. Это как грибы, да, которые имеют свои споры. Вот с этими энергиями вы договариваетесь. Дальше идёт сфера насекомых. Тоже многим людям снятся разные кошмары, где там пауки, пираканы и прочие. Вот это нападают на человека или что-то ещё происходит с человеком. Что-то гигантское он может видеть из сферы вот этих насекомых. Так, я пропустила растительную сферу. Да, сначала растительная сфера. Ну хорошо, сфера насекомых, а потом к растительной перейду. Вот что вы видите в сфере насекомых? Здесь может вам отвечать матка королевы пчёл, королева муравей, матка муравья и так далее. Вот эти энергии могут выглядеть, выглядеть в виде человекоподобных, но с головами из другой сферы. То есть вот эти сны или у вас в доме может быть много насекомых, здесь тоже надо работать, как-то с ними договариваться и гармонизировать. То есть бывает на это тратят. с этой сферы вы тоже, ну, если вы полюбите эти каши и прочее, то отношения к ним меняются, они лучше вас слышат, лучше вас понимают. И также вы сон переделаете. Вы можете превратить вот это, что вам кажется страшным, в друзей. или можете просто уйти, если готовы это превращать в друзей. Уйти, поставить какие-то барьеры, временные барьеры, тот же огонь, вам уже поможет сфера стихии, если вы с этим будете работать, исследовать и так далее. Вы можете поставить барьеры через воздух, через огонь, через воду. И тогда насекомые, как вы не осознаете, что это такое насекомое, что это за энергии, не уберете из себя вот этот негатив по отношению к ним, страх не уберете. Это будет вас сдерживать, сферы вам помогут. Но как только вы вот это отношение внутри себя, вы не меняете внешние какие-то пространства, вы меняете только ваше внутреннее мировосприятие. И тогда все это тоже меняется. Меняется в лучшую сторону для вас. Так, растительная сфера. Ну, здесь растительная сфера более легкая, чем насекомые. Мы, в общем-то, любим растения, деревья, все, все, что есть в природе. Мы это все очень любим. Вот эта растительная сфера, она тоже может вам помогать, как вот эти мудрые мировые деревья, которые есть уже, да, в энергополях человеческого восприятия. Вот все эти дубы, ягни или прочее. У них также можно спрашивать помощи, что дает нам, что дает нам растительная сфера. Вот, в основном, это же неподвижные, неподвижные растения. они просто вверх и ввысь, ну, или вьющиеся там, как-то спадают, но они корнями привязаны к земле. То есть, что дает эта сфера устойчивость? Что может быть снится во сне, допустим, очень огромные деревья, которые вас задавливают, да, или, допустим, запах деревьев имеет не тот, или цветы, и так далее. То есть, у меня как раз есть сказка для взрослых, ой, сказки для взрослых, проект называется «Сказки на ночь», там я как раз исследую сферу цветов и один месяц посвящаю целиком цветам, потому что цветы, они связаны с разными планетами, и вот они дают эту энергию соединения, они очень красивые, соединения на вот этой красоте с другими планетами. Вообще, как бы с выходом в сферу осознанных снов, с астральным выходом. Это дают цветы. То есть, растительная сфера, она очень богатая, и она помогает нам. Смотрите, что в сновидениях, где вы там, на поле, среди цветов, там, под деревом сидите, дерево вас укрывает в тени от солнца, все, насколько все благополучно, или вы по лесу гуляете, с какими лесными существами встречаетесь. Вообще, лес обладает своим собственным биополем, энергией, общим. Как настроены птицы, звери в лесу на вас. То есть, много всего, что вам может снится, и что может вас пугать, и с другой стороны, вы вот это все эмоционально смотрите на это. То есть, меняете все сновидение, меняете свое отношение, меняете внутри, на очень глубоком уровне. И если это вы делаете в состоянии дрема, то это получается просто замечательно. Водная сфера земли беру отдельно, рассматриваю ее. Почему? Потому что в жизни рыб, дельфинов, китов, океан у нас до конца не изучен. И в общем, там очень много всего тоже осознанного есть. И когда цивилизации, которые здесь были, это все я беру из своих сновидений. Насколько они иллюзорны, насколько не иллюзорны, это все просто исследования. Исследования, которые ведется и продолжаются изучаться и подтверждение есть, оно только как бы внутри меня. То есть, это мой личный опыт. Если каждый человек будет исследовать вот эти все пласты энергии, тогда мы им общий опыт. Ну, а пока это вот такой водная сфера. Когда-то давно мне снился сон о том, что на нашу планету Земля напали сверху какие-то существа. Они такие были летучие, напали. А я жила на острове, у меня был сын, и он был очень маленьким. И я очень была хорошим защитником, я как бы не пропускала этих существ с неба. Я вынуждена была обратиться к владыке океана, можно так сказать, он вышел. Я попросила эту цивилизацию помочь мне сохранить жизнь сына, и чтобы они как бы его поддержали у себя какое-то время, эта война не окончится на уровне поверхности земли. То есть эти существа войти в воду не могли туда глубоко войти. И мне как раз помогли. Мне взяли сына, я помню, на руки, и как бы отнесли. И он там жил. Он жил среди тех существ, среди рыб. И когда здесь уже я родила сына, и он был маленький, он очень любил рыб. Просто рыбы для него были верховные существа, самые лучшие и высшие. И стояло у него два аквариума, один с одной стороны, другой с другой, и он так засыпал в трех этих рыб. Я тогда еще не знала. То есть мне сон я думаю, откуда такое желание учить странное, откуда такое отношение, ничего этому не способствовало, никаких сказок я таких не читала, ничего такого не рассказывала. Это было только потом свинья открыла мне, что почему он так любит рыб. Так, ну вот отдельно водную сферу вы изучаете. То есть если там какое-то чудовище, на которое вы хотите покататься, вот с одной стороны эгоистическое желание человека кого-то что-то использовать и то есть мое отношение это уважительное отношение ко всему, ко всему, что создано здесь в земле и в космосе. Если есть желание у чудовища там покатать вас, пусть оно будет обоюдным. Ну это мой личный взгляд опять же. Дальше переходим к сферу живых существ. Это можно отнести все, и птицы, и животные, и человека. Это сфера отдельная. Мы попадаем, мы видим собачек, кошек в снах. Какие собачки там агрессивные, кошки агрессивные, рыбы агрессивные или не агрессивные, люди агрессивные или не агрессивные. здесь вы также смотрите вот этот пласт энергии огромный, множеством всего, что в нем есть, и с контактами с этим существами живыми, которые есть, и гармонизируете уже эту сферу, то есть убираете все отрицательные мысли или познаете. то есть к каждой пласту энергии Земли, планеты Земли можно обратиться, можно обратиться к сфере стихии, засыпая, чтобы познать ее, обращайтесь, к сферу микроорганизмов, чтобы познать, обращайтесь, растительные, сферы насекомых, водяной сфере, то есть не только получить вопрос и ответ, а именно обратиться, чтобы познать эту сферу через сновидение, и также сферу живых существ, насколько у вас гармонично отношение в этом пласте энергии, потому что мы, говорю, как матрешки, мы вот созданы таким образом, и вот эти все сферы, они должны у вас быть гармоничными, то есть вы часть их, а они часть вас, поэтому вы обращаетесь и получаете свои знания, смотрите по сновидениям, что вам приснилось, насколько гармонично у вас отношение с этими сферами, сфера человеческого восприятия, изучайте ее, потому что здесь входит и социальная, и несоциальная сфера, то есть на вас сняют, вот некоторым людям сниться, повторно они сдают экзамен, уже давно экзамены все в школе прошли, или в институте прошли, это продолжает сниться, экзамены опять задают, экзамены, или часто людям снятся, вот мужчинам, кто в армии был, что они опять в армию попали, опять они должны служить и так далее, то есть у каждого вот это свое, это как раз работает сфера человеческого восприятия, сфера социальная, и здесь она недоработана, то есть посмотрите, какие программы остались глубоко в вашем подсознании, шла с трону в экзамен, значит очень боялись, очень хотели его сдать, или что-то там не получилось сдать, и вот это горе внутреннее возникло, оно как доминанта, осталось доминанта, которая собрала энергию, много энергии собрала, и она как груз воздержит, то есть надо расформировать эту энергию, каким образом, опять же, если снился экзамен, вы очень твердо очень уверенно говорите себе, что вы его сдали, видите, что вы его сдали, и что все уже это, или даже если не сдали, поэтому это вам видится, вы можете представить, что вы его сдали, просто представите, что сдали, или измените отношение, что это не имеет сейчас никакой важности в вашей жизни, вы можете это несколько раз эмоционально утвердить, и тогда это сновидение будет постепенно рассеиваться, оно может не сразу идти, как вот мы антибиотик пьем, не один раз, да, если пьем, оно же постепенно убирает вот эти все бактерии, то есть здесь постепенно все это уходит, 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 то есть не сразу, иногда шлейфы остаются, как следы энергии, а бывает, одного раза сказали, если много сил в вас, много энергии, то одного раза бывает достаточно, и вот сновидение повторяющееся, которое выматывает вас, которое сбирает энергию, оно уходит, уходит, ну, и сфера нечеловеческого восприятия, это самое интересное, потому что это то, что вы не знаете совсем, то есть вы не можете подумать о том, что это есть, это настолько необычно, то есть вы нигде не можете об этом узнать, не знали, не ведали, так сказать, нигде не слышали, не смотрели, никаким образом ваше сознание не зацепилось за вот это, но быть во сне, ну, вот это очень интересно, потому что это раздвигает границы вашего восприятия, вы узнаете совершенно новое что-то и открываете новые пласты энергии, это вариант общения с другими неземными цивилизациями, ну, это очень, конечно, высший пилотаж я называю, и насколько, опять же, это иллюзия или реальность, вы только знаете, так, Марина, почему ничего не слышно, почему никто не пишет, жалко, практически ничего не слышно, поставьте мне плюсики, кто слышит меня хорошо, отзовитесь, Елена, слышно хорошо, ну, отлично, Ладно, Екатерина, значит, у вас что-то, у вас что-то с тем, что плохо слышно, так, ну, понятно, что, если приходит общение, что-то с вами инопланетное, опять же, оно может быть отрицательным для вас, как мы видим, там, да, всякие опыты, рассказы, рассказы, пишите тогда, чтобы, я всегда голос очень говорила, рассказы, что там, всякие испытания людей, да, забрали на инопланет рабль, там, делали операцию, там, было плохо, там, и так далее, вот эти сны тоже надо менять, надо входить, можно менять, не просто, вот, как бы, менять воображение, а еще пробовать нас в следующий сон, в следующую ночь, войти в тот же самый сон, сновидение, и уже отстаивать свои права человека, рожденного на земле, и что никто не имеет права без вашего на то, без вашей на то воли что-то с вами делать, экспериментировать, это надо просто высказать в пространство, даже если вы сказали это в пространство, потому что существ разных, которых мы не видим, которые еще защищают людей, которые ведут к справедливости, которые помогают людям, планете земля в развитии, они вас услышат, и уже помогут, то есть, вот это, как мы кричим, полиция, или что-то, подойдите, помогите, и прочее, вот здесь тоже надо высказать, но это высказать в пространстве, вы можете высказать святому, своему, опять же, Богу, во что вы верите, но эти мысли до пространства обращаясь в пространстве конкретно к кому-то, или просто как к пространству живому, высшему своему я, высшему существам, которые помогают планете Земля, и так далее, мысль, она как материальная, она становится слышимой, и если это еще сказано с эмоциями, она становится такая звучащая струна, и тогда уже там включаются другие существа рассмотрят, что происходит на самом деле, и меняют, меняют вот эти все вторжения, которые пришли к нам. Так, ну здесь понятно, я думаю, как работает. Что делать, чтобы понять свое сновидение? Скажи, так понять сновидение, как запомнить сон. Елена, всебойная, падающая, самолет, чудовище и тому подобное, реальная, как в жизни не получается сон осознать? Елена, вообще, вот у людей говорят, что они осознают сны, но я вижу по людям, что здесь привирает человек, я не вмешиваюсь, я не говорю, что вот вы врете, вы такой, ну, хорошее намерение, а может быть, он потом и осознает, хотя говорит, что осознает. На самом деле это все энергия и иногда осознанный сон может даже навредить, вы понимаете, вы оказываетесь реально совершенно в другом пространстве, это сильнейший удар для нашего мозга, сильнейший удар для тоналя, для нашего мировосприятия, то есть вы получаетесь за пределами нашего мира, а это можно лишь тогда, когда мы переходим в смерть, мы уходим за эти пределы, поэтому не всегда вы и там вы можете себе навредить, то есть вы осознали, вы перепугались, вы или что-то не так сделали, не ту мысль направили, хотя у нас уже так устроено наше биологическое тело, что защита очень хорошая, любой страх, любая осознанная мысль, там какая-то не такая, волнительная, может сразу вызвать то, что вы соединяетесь со своим телом или как бы просто порождаетесь, поэтому всё не случайно, вот доверяйте себе, доверяйте своей интуиции, своему организму, ну и пробуйте всё равно осознать сон, но через гармонию, через гармонию, бывает надо просто поделать разные упражнения, которые дают вам энергию, и вы накапливаете энергию, у вас получается осознать сон, но это я говорю, у меня есть опять же курс осознания во сне, волшебное сновидение, во сне и наяву, его пройти, он по-моему 9 часов идёт, ну то есть полтора-полтора, там 3 блока, и консультироваться со мной по поводу этих блоков, любые вопросы задавать можно, так, сейчас я чат промотаю, хорошо, пошли вопросы, Ирина, что означает, когда снится кладбище, иногда пугает, ну, опять же, кладбище пугает, это энергия общения с мёртвыми, с ушедшими, а вообще тот мир, он пугает часто людей, когда люди уходят, и вообще, когда покойник приходит, видит холодом, это не жизнь, жизнь, в ней свет, энергии, другие совершенно, а покойник это другой мир, и вот этот другой мир, он может пугать, но здесь, опять же, если вы уважаете тот мир, уважаете, вот глубоко-глубоко, внутри вашей души, уважение, то вот это вы не будете пугаться, не будете пугаться кладбище, что-то отмирает здесь, если это сейце-кладбище, что-то отмирает, или что-то вам, я ещё буду говорить про умерших, это в конце, так, я остановлюсь на гуле, сейчас я договорюсь здесь, так, я запомнила, что у меня гуля была, последняя, минуточку, ну, всё промоталось, я, знаете, я перемотаю чат, уже тогда более внимательно, и отвечу на все вопросы, которые вы мне написали, сейчас я договорю, потому что я тогда начинаю скакать, и это не очень сложно слушать, ответ на вопросы и дальше, что делать, чтобы понять своё сновидение, смотрите на сновидение с разных сторон, то есть сон эмоциональный, какой, то есть вы там все в эмоциях и так далее, здесь, опять же, не каждый это на опыте изучено, то есть это на опыте не изучено, что эмоциональный сон могут нам дарить разные существа, которые мы не видим, но во сне мы можем их увидеть, и они поглощают вот эти наши эмоции, вот эти энергии, когда ты понимаешь, во сне так делают, и тогда уже и в реальности ты тоже понимаешь, когда вдруг тебя эмоционально начинает как-то в разные стороны крутить, ты начинаешь понимать, что это просто влияние существ может быть, и что это идёт откуда-то, но это не ты сам рождаешь, там гневаться начинаешь, или там ещё что-то, какие-то энергии не пропускаешь, ты это замечаешь и останавливаешь, то есть это даёт осознание, поэтому сон эмоциональный, если он приснился, очень-очень эмоциональный, значит, идёт потеря энергии, эмоций, может быть, сон хороший, даже эмоциональный, то есть вы смеётесь, да, это, как говорят, ангелы щекочут, то есть я говорю о том эмоциональном снегу, который отрицателен, который у вас забирает энергию, там вот работают существа, которые просто этими энергиями питаются вашими, есть сны послания, они чётко вот просто передают разные знания, ну, например, моему мужу приснилось сон про церковь, хотя я не могу сказать, что он такой верующий, просто он видел, что люди идут в церковь, и осознал это всё, и понял, что нет в церкви Бога, вот эта удивительная, да, фраза, в церкви нет Бога, Бога приносят туда люди, то есть каждый несёт туда Бога, в церковь, и вот эти вот молитвы создают это поле энергии, Бога создают, то есть является место, наполненное именно людьми, живыми людьми, которые туда идут с Богом внутри, такое, например, то есть всё время сны, они открывают что-то такое, совершенно с другой точки зрения, с другого ракурса, с другой грани. Но опять же, насколько будет это понятно самому сновидцу, иногда хороший сон, можно послание рассказывать, иногда и он рассеивается, да, или этот человек, как посланник работает, он обязан это передать другим людям, рассказать, или сон хороший, не надо рассказывать, чтобы он не рассеялся, чтобы энергия оставалась у вас как волшебная энергия, и вы могли этой энергией пользоваться, вспоминать этот сон, входить в этот сон и использовать ту энергию, которая вам была там подарена. Ну и сон повторяющийся, это как раз про экзамены я говорила, или про что-то там муж потерялся, и что делать, это значит накопилась энергия, именно, что говорят повторяющиеся, сны, вы что-то не доработали, не осознали, не поняли, и они вот у вас прокручиваются, какой-то блок эмоций остался, сильнейший блок, с которым надо просто убрать этот блок, рассортировать его, поменять все, изменить восприятие на более глубоком уровне, на более глубоком, не на поверхностном, тогда вот этот повторяющийся сон, это же ваше подсознание вам его повторяет, значит, что-то недоработанное, это все не случайно, и вы тогда меняете. Так, что отражается в вашем сне? Страх, сны, кошмары, вы смотрите на это, что отразилось? Здесь хотела привести пример, но, может быть, пример приведу потом, потому что уже 10 часов. Ну, хорошо, маленький пример, вот девушка написала, она старая, она у нас на снабдении, о том, я не буду весь сон перечитывать, потому что он несет отрицательную энергию, энергия идет через слова также, когда читаете что-то отрицательное, вы напитываетесь этой энергией, просто скажу, что снилось кошмар, что как бы в нее хотят проникнуть, кто проникнуть через пупок, это снили сны давно, сейчас она говорит, что уже таких снов нет. Вот это очень хорошо, что таких снов нет, но это уже близко к психиатрии, и если такие сны повторяются очень часто, я знаю на опыте разных людей, которых просто от снов вот этих кошмаров и бывают осознанные сны, и люди тогда прячутся в церкви, прямо живут в монастырях, здесь нужно обратиться уже не к психологу, а к психотерапевту, который назначит медитозное лечение, здесь мир материальный, и по шелом материальным способом полечат, просто уже сейчас наука далеко вперед прошла, и по лекарствам, и по всему, поэтому если такие сны очень частые, то есть каждый день вот эти кошмары, ужастики и так далее, и вам не хватает психологии, справиться с ними самостоятельно, не бойтесь обратиться к психотерапевту, просто проконсультироваться хотя бы, не обязательно сразу принимать лекарства и прочее, но посоветоваться, так, что отражается в вашем сне, желание связанное с социумом, допустим, престиж, работа, положение в обществе, что отражается, сейчас я там табличку следующий слайд поставлю, расскажу об этом более подробно, и что на самом деле, какое у вас истинное желание души, то есть желания могут быть связаны не с вами, а не социальные желания, нужен престиж, потому что это хорошо и так далее, это уважение, нужно обязательно работать, даже если работа нелюбимая, нужно содержать семью, кормить и прочее, и так далее, поэтому, что вам отражает сон, смотрите, на вот эти истинные желания вы сразу увидите, то есть истинное желание отразилось, а не истинное, оно будет проявляться в варианте защитных механизмов, так, как поступить, если приснился кошмар, определить, к какой сфере он относится, причина появления, воображение, изменить сновидение так, чтобы вас больше не пугало, это я все говорила, и посмотреть на защитные механизмы, вот сейчас я перейду к защитным механизмам, реальные они и нереальные, вот это такая веселая таблица, которую можно найти, я хочу жену-друга, вот допустим, да, вам это может присниться во сне, насколько ваше желание реальное, насколько оно ваше желание истинное, а может быть, вам просто хочется покрасоваться, и тогда вы смотрите, смотрите, это как проекцию, да, жена-друга меня хочет, то есть вам снится сон, сон, что жена-друга вам хочет, и вот здесь вот как раз иллюзии и реальность переплетаются, то есть вы поставили на жену-друга свою проекцию и вот эта проекция вам придет защитный механизм, защитный механизм для вашего желания, то есть в нашем социуме нельзя хотеть жену-друга, и это правильно, да, это морально правильно и так далее, поэтому срабатывает такой защитный механизм, вам снится, что жена-друга вас хочет, а на самом деле этого нет, совсем нет, смотрите, насколько это иллюзорно или реально, или проективная идентификация, жена-друга меня хочет и постоянно пытается соблазнить, то есть это тоже может присниться, именно так, что жена, а вы просто ставите опять же свою такую идентификацию, которая вам приснилась, это ваш образ и опять он далёк от реальности, вот здесь надо смотреть на реальность ли это или это работает защитный механизм, например, реактивное образование, то есть терпеть не могу жену-друга, то есть на самом деле это нет, но так срабатывает защитный механизм, и вам это тоже снится, а на самом деле реальность совершенно другая. я хочу как только ну в общем мне такое могло прийти в голову, то есть вы отрицаете, тоже работает механизм защитный, идеализация и так далее, то есть и сублимация, и диссоциация, и морализация, здесь вот все вот эти варианты можно увидеть в сновидениях, то есть каким образом работает и смещение, то есть смещение, например, я не люблю, Машу там из другого подъезда или что-то, то есть я очень хочу, но другую, смещение происходит, и это все также может сниться, поэтому смотрите, как ваше подсознание реагирует на то или иное ваше желание, где оно реально, и где срабатывают именно механизмы вашей защиты, и вам подсознание выдает совершенно другое, то есть вы потом в реальности можете поговорить с этим человеком, мне приснилось такое сновидение, и смотрите уже на реакцию, то есть как бы есть такой вариант, когда вы рассматриваете сны, если вам приснился хумы, желательно с ним поговорить, встретиться или рассказать о сне, и смотрите, какая реакция у человека по вашему сну, если вы можете эту информацию донести рассказать, но естественно, хотя сны и относятся к области ясновидения, но здесь много разных вариантов, когда сны могут быть иллюзорны, и это тоже определенный пласт энергии, то есть смотреть вглубь своей души и видеть вот сухо, а саму суть, вот этому учат сновидение, и вот эту мишуру разбирать ее и откидывать, то есть видеть более прямые сновидения и на опыте они у вас получаются, что они будут совпадать с реальностью. Ну и что делать, если приснился умерший? Вот вариант такой, когда снятся умершие, ну или кладбище, можно к этому тоже отнести, то есть такие энергии, энергии потустороннего мира. Ну вот например совсем недавний случай женщине приснилась мать и говорит ей остановись, остановись, но женщина не придала этому сну никакого значения и был сильный ливень. Через три дня был сильный ливень и она побежала, вспомнила, что у нее открыты окна или балкон и она побежала его закрывать, ей продавщица, она была в магазине, ей продавщица дала пакеты, она накрылась ими и побежала по щиколотку в воде и она подворачивает ногу или лом, потом ее лечат, то есть вот, а она не послушала умершую, то есть ну что значит остановись, ну что я и так там остановилась и прочее, не послушала, то есть надо быть очень внимательным к тому, что раз это приснился умершей, даже если приснилось другое существо в виде вашего умершего, все равно они раз это дают другой мир информацию, быть к нему внимательной, быть внимательной, значит акцентируют внимание на чем-то, и еще правильно понять, понять, что хотят они передать, можно допустим приснился умершей, вы можете потом еще раз выйти на контакт с ним в следующем сне, если не поняли какую информацию, просто вы перед сном в дреме говорите, я не поняла твое послание, подскажи точнее мне, чтобы я его поняла, и опять умерший может присниться вам и передать свою информацию более точно, то есть подсказать дальше, так, теперь я остановилась на гуле, я сейчас возвращаю чат, и что еще хочу сказать по своим курсам чуть-чуть, и буду отвечать на вопросы, что здесь я вам предлагаю, это консультация, Мира поставьте консультацию, она сейчас идет со скидкой, и только день для вот этой конференции, и консультацией очень много всего, я ее вот этот у меня час написан, потому что там со мной много могут говорить, я уже поняла, что я могу и 4 часа все объяснять, и без конца применять способ, поэтому я ограничила, 1 час, он стоит 5000 рублей, сейчас по акции стоит 900, но этот час, я могу также разбить, он может быть больше, чем час, но через разные упражнения вы начнете осознавать вашу проблему, то есть это не волшебная палочка, я не хочу за вас именно что-то делать, то есть я смотрю на человека, может ли он сам понять, как с этим справиться, ведь важно не вылечить болезнь так тайно, чтобы человек потом опять заболел и снова к вам пришел, а научить вылечиваться самому, вот моя задача именно такая, по смарт-баку, я знаю, что не все вот так берутся за некоторые проблемы человек, которые просто глобальные, огромные, но я стараюсь за вот это вот время глубоко пройти в проблему человека и дать ему разные способы и помочь ему также энергетически выйти, и это даже не стоит этих пяти тысяч, на самом деле это огромная работа, и она стоит гораздо дороже, на самом деле если смотреть все пласты энергии, почему это с человеком, насколько он осознан, насколько он вообще может меня понять, то есть я применяю совершенно разные способы к разным людям, для каждого человека подбирать индивидуальный способ, индивидуальное решение, по каким вопросам, самореализации, поиск своего дела, работа с зависимостью, алкоголь, ковырение, громание, пищевые зависимости, то есть здесь я кодирую, и здесь я применяю гипноз по желанию человека, бывает этот гипноз неглубокий, но мы видим сущности, зависимости, дают другие энергии, и почему это происходит, это все убирается, проблемы с финансами, карьеры, отношения, цивилизации на работе, взаимодействие с семьей, дети, родители, супруги, проблемные дети, гармонизация отношений, диагностика отношений в паре, поиск любимой, здесь у меня есть курс женственность, вы тоже можете сначала в этом курсе, с этим курсом поработать, диагностика отношений в паре, поиск любимой, любимой, гармонизация отношений, вот сакральная женственность, это вам поможет, работа со страхами, гипноз, избавление от разного вида порчи, с глазов, проклятий, целенаправленного воздействия, я применяю и воск, я применяю яйцо, я смотрю на человека, какого уровня осознанности, человек ко мне пришел, те способы и применяются, также я использую тара и руна, я могу видеть так, бывает, информация идет раньше, чем я разложу тара или руны, я о ней говорю, но потом я все равно смотрю тара и руну, потому что я с ними подружилась, и это двери, это определенные полосты энергии, которые более подробно отвечают на вопросы человека, и поэтому я также их использую по мере надобности, путешествие в прошлой жизни, небольшая регрессия можно сделать, регрессия у меня также есть отдельно, она где-то на 2-4 часа, она со списком вопросов, все вопросы мы проходим, и вы смотрите, почему вы с этим мужчиной в этой жизни, или с этой дочерью, с сыном, с родными, смотрим все связи в воплощениях, если это нужно, если это актуально, и вы это смотрите, то есть это отдельная регрессия, а на консультации путешествий в прошлой жизни мы что-то, какой-то фрагмент рассматриваем, и также способы изменения событий, благодаря тому, что мы увидели в прошлом, а в том в регрессии, если полную регрессию брать, то там уже более конкретная работа, идет по изменению вот этого настоящего, что сейчас, какие ниточки тянутся в прошлое, что, почему это влияет на сейчас, почему это мешает, люди видят картинки, видят картинки ярко, некоторые не ярко, но все равно все видят, не было такого человека, который не видел, не понял, что-то не понял или что-то не увидел, ну и работа с родом, так, и что еще, у меня еще для вас приготовлены просмотры событий жизни с помощью карт Таро, здесь это стоит тысячи рублей, здесь я, один вопрос, и какой-то побочный вопрос, вот таким восприятием, это гадание, это разговор сознания и подсознания, это стоит тысячи рублей, сейчас скидка, опять же, на конференции 200 рублей, 800 рублей, это стоит гадание, где я могу и по телефону с вами, значит, объяснить его, или написать вам, написать, ну, все, что я увидела, все, что я поняла, вы просто задаете вопрос, так, и еще одна у меня страница, не открывается, что я дала, это желание, это курс, который уже в записи, он по 3,5 часа, нет, 4,5 часа он идет в записи, я там даю разные упражнения по исполнению желаний, как делать, мы применяем разные техники, ну, и дальше вы можете мне написать, если что-то не получилось, не произошло, или не поняли, я также вам помогаю и отвечаю, то есть мы рассматриваем именно исполнение ваших желаний, ну, не всех сразу, а с какого-то одного начинаем, но курс, он рассчитан на все ваши желания, то есть если вы что-то захотите исполнить, вам это дает и помогает, то есть все ваши желания, так, теперь я дальше отвечаю на вопрос, значит, мистера поставьте исполнение желаний, да, трехдневный тренинг, но он идет в записи, и можно задать мне вопросы, так, я остановился на гуле, сейчас буду попробовать найти, что-то у меня скачет, сейчас хочу, что-то обещала, буду прочитать, прочитать, Лидия, уже не вижу, буду вот сейчас дальше, Були, повторите свой вопрос, почему-то он пропал, Лидия, а если, и вообще, если я не отвечу на вопросы, вы внизу повторите эти вопросы, Лидия, а если мне нужны сказки по здоровью, вы также задаете, только очень конкретно, не про сказки по здоровью, а конкретно, вы же знаете, где у вас нездоровье, обычно вообще такие сны просто начинают повторяться, повторяться в разных вариантах, и все это про здоровье, главное понять, что они несут, в какой области ваше здоровье, вообще все наши неполадки, конечно, они на тонком плане, на более глубоком, но все равно мы можем начинать с материального исследования, вы можете засыпая, как бы смотреть себя со стороны, вот видеть все органы, ну, возьмите атлас человеческий, и посмотрите через атлас человеческих органов на себя, и скажите, пусть я увижу во сне области, те, которые не покажут, будут затемнены, если там есть неполадки с здоровьем, вот можно так своему длину, вопрос, Гуля, вижу, во сне на кладбище накинулись бродячие, облезлые собаки, что может значить, значит, они, смотрите, что происходит на кладбище, на кладбище всегда есть хозяин или вдова, которые охраняют кладбище, которые берегут покой мертвых, если это случилось во сне, я просто могу, как психолог отвечать, и могу, как и за... где-то вас не принимает, вот это хозяин или вдова кладбища не принимает, поэтому притячие облезлые собаки накинулись на вас, вы можете изменить сон, представив кладбище, представив, не представляя, просто обращаясь к пространству кладбища, что вы относитесь с уважением ко всем, кто там находится, с любовью и благодарностью ко всем, ко всем этим энергиям другого мира, и вы просите как бы отозвать вот этих своих сущностей, которые выражены в виде бродящих, облезлых собак, отозвать их, попросить, чтобы они на вас не накидывались, не нападали, то есть вы смотрите на этих собак, преображая, что они... вы можете как бы преображать их, представлять, что они я, что они ваши помощники, что они вам помогают, не то, что они на вас, где-то вы, может быть, какого-то покойника обидели или громко что-то сказали, то есть энергии на кладбище такие сильные, что не смеяться, там особо не надо, не петь, некоторые приходят и там пьянствуют, не громко говорить, потому что это покой, это упокойный, покой, там все громко, спокойно, нельзя, если что-то упало, поднимать, ну, я вообще, когда была маленькая, мне все время слышала вот голос, как приходила на кладбище, для меня это был совершенно другой мир, голоса, там, возьми конфетку, сорви вот этот цветочек, вот я ребенком была, но, была, но я осознавала, что мне не надо ни конфетку брать, ни, вот я это чувствовала просто, то есть кладбище, это очень тонкий, переходный мир, переходный, там совершается переход из этого мира в другой, поэтому вот с этим переходным миром надо договориться, то есть вы можете за упокой свечи, там, кто уже умерший, умерших, помянуть, и им передать, чтобы они помогли вам с той стороны, чтобы вот этот мир перехода был для вас гармоничен, можете прийти и на кладбище поставить свечи, там посидеть с родственниками, поставить, посмотреть на огонь и тоже передать эту энергию, можете прийти на кладбище и подарить что-то хозяину кладбищу или хозяйке, это может быть конфетка, может быть цветочки, просто прям передаете хозяину этого места, то есть работа с кладбищем, она индивидуальна, и как вы чувствуете, как вы входите, что вы чувствуете, это особый вид пространства, так как я много сказала, так, так, что написали, молодцы, все, посмотрите, приблизу, Оксана, вот так, благодарю, Оксана, Оксана, мне просто раскакивать, так, вот опять ушел, убежал чат, Оксана, вот так, Оксана, я смотрю в огромное зеркало за стеклом, разлетелось стекло, а после зеркала разбилось, зеркале отражения не видела, и вообще, вот дальше, сейчас я боюсь, у меня узко коучится, точно, и дальше не могу читать, да, на этом, и вообще, а и вообще зеркала, ну это вообще необыкновенная тема, про зеркала, это можно долго и отдельно говорить, вы смотритесь во сне в огромное зеркало за стеклом, разлетело стекло, и после зеркала разбилось, ну вот такой сон, он, вы, видимо, занимаетесь акульными практиками, и это уже лично вам идет информация, то есть можно на сон смотреть прямо, вот видеть эту информацию, такой, какая она есть, то есть, если зеркало во сне разбилось, значит, что-то в том мире, с которым вы связаны, за зеркальным миром, что-то происходит, то есть, что такое зеркало, и что такое зеркало во сне, оно отражает вашу душу, например, вы подходите к зеркалу, и начинаете видеть разные образы, важно здесь, на мой взгляд, опять же, на личном моем опыте, чтобы зеркало отразило в вас реальную, то есть, такая, какая вы есть сейчас, если это разные образы, то энергия как бы уплывает туда, в эти образы, или в эти фантомы, надо вот дальше как бы разбираться, освобождать все фантомы, забирать всю энергию из разных мест, где вы ее могли оставить, если зеркало разбилось, и оно было за стеклом, может быть, стекло, оно как бы создает некоторую преграду к изучению именно зеркал, к просмотру зеркал, то есть, может быть, это преграда в том, что и зеркало разбилось, чтобы вы как бы не входили в тот мир, не лезли туда, может быть, вам рано еще, может быть, вас так оберегают высшие силы, то есть, если в реальности потом зеркало у вас здесь, в нашем мире не бьется, а как бы это вот только вы видите во сне, значит, именно так срабатывает, чтобы вы не проходили туда, или кто-то ставит вам преграду, то есть, это надо рассматривать отдельно, такое сновидение, рассматривается отдельно через, опять же, через те вопросы, которые я вам буду задавать, через погружение, и через те ответы, которые вы будете выносить на свет, мы поймем, что на самом деле означало это сновидение, или пробуйте еще раз попросить, повторить этот сон с объяснением уже, почему оно, чтобы показали дальше, что происходит после того, как зеркало разбилось, так, так, Галина, приснилось, что бывший муж купил мне новое пальто, мне оно вроде понравилось, но я объяснила ему, что мне больше нравится куртка кожаная, почему это, Галина, ну, это очень легкий ответ, я вам дам, то есть, он вам купит то, что вам не нравится, то есть, он вам купит то, что, ну, не будет вам по душе, не будет вам по душе, это вариант один, другой вариант, то, что он сделает что-то, что не будет для вас по душе, опять же, вы можете конкретно выразить своему мужу бывший муж, бывший муж, значит, если это бывший, и не настоящий, значит, он что-то подумал о вас, подумал, но эти мысли не соответствуют действительно, и это вам не очень нравится, но это его мысли, допустим, можно смотреть сон, опять же, отражаясь, что муж, это есть часть вас, часть вы, то есть, это не муж на самом деле, да, не тот образ, а это есть вы, смотрите с этой стороны, попробуйте соединиться с мужем, просто представьте, что вы есть бывший муж, вы сами, вы покупаете жене, вы себе что-то, почувствуйте, какие энергии проходят через вас, если очень сильные энергии, сильные, значит, это частица вас, если это просто образ отстраненный, это не будете вы, если это частица вас, значит, надо освобождаться от тех энергий, которые остались между бывшим мужем и вас, и вами, то есть энергетические связи еще остались, и их как бы надо убирать, чтобы у вас жизнь была, и у него жизнь более гармонична дальше, уже с другими людьми, но это тоже отдельный вопрос, так, мира, я понимаю, что я уже немножко задерживаю, я сейчас потараюсь, короче, надо, к чему с умершей бабушка, подметает полы, бабушка очищает ваше пространство, значит, что она тем самым передает нате, нато уберите в своем пространстве, очистите ее не только физически, но и пошлите энергию, окутайте ваш дом, или что она там убирала, с энергией света, осветите его свечой, благоуханием, колокольчиком, то есть почистите не только физическое пространство, но и тонкое пространство. Лорен, а если часто снится покойный папа? Ну вот умершие родственники могут часто сниться, главное, в каком виде он снится, что он передает, что он говорит, и что вы чувствуете после этого сновидения. То есть ко мне приходили умершие родственники, и я очень страдала от этого, ну то есть мне было плохо, потом только я разбралась и увидела, что это сущность, которая приходит и просто берет из меня энергию, таким образом вытягивает, и как только я осознала, это существо, которое приходит, тоже осознала, то есть там сразу мгновенно понимается информация, и оно просто ушло, и уже больше меня никогда не беспокоило. Ната, есть ли обувь большого размера с нитцем? Если это ваша обувь, ну вот Ната, это я надеюсь последний вопрос, если обувь ваша, вот еще отвечу. И все, это уже последний вопрос, все отдельно, приходите ко мне на консультацию, напишите письма, задавайте вопросы, мы будем разбираться дальше. Большого снится. Ну, значит, здесь обувь обычно это дорога судьбы, вы идете по своей жизни, если она большого размера, обувь не для нас, что-то вы не туда куда-то идете, возможно, или вам, вы хотите большего, то есть это совершенно очень разные, индивидуальные восприятия, не хочу накладывать свои проекции, но если вы вот эту обувь берете, принимаете, и она ваша, вам неудобно идти по жизни, что-то вам мешает, что-то не то, надо найти свою обувь, свою очень удобную, вы представляете ее, меняете этот сон, удобно, идете вы верной дорогой, правильной дорогой, и вы идете, то есть и работа нравится, и все-все прочее нравится, что вокруг вас, если большая обувь, это может говорить о очень многом, о семейных каких-то вариантах, неполадок, о работе неполадок, или о жизненном предназначении, что-то не то. Так, Оксана, спасибо огромное, Ольга, часто снится умерший муж, так, Ольга, я последний вопрос, на вас уже отвечаю, тут еще было, дайте мне маленький вопрос, скажите, пожалуйста, как запомнить сон, так, да, вот это, как запомнить сон, и Ольга, последний вопрос, я отвечу, и все, на этом мы заканчиваем, как запомнить сон, во-первых, вы не просыпаетесь, как по будильнику, раз подскатил, все, в таком случае, вы ничего не запомните, вы, значит, спокойно лежите, вы тренируете свое сознание, запоминать сны, это может быть происходить не сразу, то есть, уважение к сновиденному миру, какое к своему подсознанию, что вы создаете красивый, дневничок сновидений, он очень красивый, вам нравится в нем писать, этим самым вы выражаете любовь к пространству сновидений, к живому пространству сновидений, вы выражаете любовь, и все, что вам мелькнуло даже, вот понимаете, вы там проснулись, вам мелькнуло последний хвост, господи, там ничего не помню, только вот этот малейший кусочек помню, вы его записываете, и сны, вот эти сны, вот эта энергия начинает на вас внимание обращать, оно как бы разворачивается к вам, и вы с каждым разом начинаете все больше и больше запоминать, но при этом желательно выспаться, желательно выспаться и даже больше проспать, чем нужно, больше, и в конце вот этого большего, когда вы много будете спать, вам обязательно начнут сниться сны, и вы их уже записываете, или днем вы заснули, днем тоже очень часто снятся сны, даже если вы заснули 15 минут, бывает вот все 15 минут, прямо видишь сон, вот, это один из вариантов запомнить сны, то есть нужна энергия, нужно много энергии, вы должны быть выспавшимся, и конечно не подскакивать утром, а постепенно, легко полежать в дреме, полежать и тогда встать, а в дреме можно, кстати, опять уйти в сон, опять его доработать, переделать, то есть можно в дреме дальше самой достроить сон, то есть вы тренируетесь и видите, видите, все, что, ну уже более контролируемое состояние сознания, но оно развивает и область снов, и запоминания снов в дреме, так, часто, сейчас, сейчас побежала опять, Ольга, часто снится умерший, ну муж как живой, вот давно скопал весь огород, Ольга, вам муж помогает, все, умершие, они иногда не знают, что они ушли, на самом деле, я много раз сталкивалась, и переводила, и с этого мира в другой, они не видят, что они умерли, если даже они осознают, что они умерли, они хотят помогать тем, кто остался, и вот эта частичка, его, которая осталась еще здесь, в материальном мире, и может появляться, она вам помогает, это не значит, что, вообще вот тот мир, он очень меняет человека, остается только часть его, это не значит, что тот, почему вот опасно с покойниками контактировать, особенно как бы в каких-то обрядах, потому что это совершенно другой мир, и там уже другие энергии, и они не всегда такие, какими мы знали здесь, вот этих покойных, здесь, ну хорошо, скопал весь огород, вам помог, это хороший сон, в принципе, можно просто поблагодарить, его послать, ему любовь, и все. Так, пожалуйста, подождите, Наталья, ну, я могу долго отвечать, да, вы мне можете написать, написать, найти меня и написать, задать вопросы, или на снабдение приходите, я там, конечно, не каждый сон читаю, и вообще отвечаю только по просьбе, сейчас. Елена, да, иногда во сне наработаешься, надо вставать на работу, мне сказали, что, Ольга, правильно, мне сказали, что мой муж, мой ангел-хранитель, да, это тоже может быть, так, Елена, Елена, значит, что здесь происходит, вот это тоже весело, и вы в этот, все имеет поля энергии, и работа имеет поля энергии, и, значит, вас, с одной стороны, я ведь говорю, как эзотерик, могут, могут повлиять на вас, чтобы вы работали где-то, и помогали, если вы не на себя работаете, то есть здесь надо разбираться, почему именно так, то есть вас сделали таким трудоголиком, что, вот как целители, знаете, у них призвание целить, и они могут целить во сне, они просто узнали о вашей болячке, и они приходят, лечат, а никто их даже и не просил, они лечат по призванию своему, вот, вы можете работать тоже по призванию своему, или по желанию начальника, да, и у вас вот так это происходит, во сне вы подготавливаете вот эту энергию для дня, для того, чтобы у вас все хорошо днем шло, ведь как мы можем прокручивать день прошлый, а можем прокручивать день будущий, и все вот эти неполадки, что в будущем могут произойти, у нас прокручивает во сне, мы уже знаем, с чем мы столкнемся, и мы уже во сне что-то можем изменить, и в чем-то смочь, в чем-то помочь, но если это, допустим, вы не хотите, чтобы снилась вам работа ваша, здесь нужно просто в приказном тоне, я хочу отдохнуть, я отдыхаю во сне, то есть вот этот вариант, вы говорите очень твердо и уверенно, я отдыхаю во сне, и представляете, что вы там где-то в отпуске, там на пляже или в лесу бродите, то есть меняете, и старайтесь еще это днем сделать, то есть днем поменять энергию, поотдохнуть, походить где-то, погулять, насладиться вот этим окружающим пространством, природой, театром, все, что вы любите, вот дать себе это время, дать время запланированное каждый день, чтобы вы отдыхали, 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 и тогда эта тетя коснется ваших снов. Так, хорошо. Алёна. Так, сейчас бежала. Алёна, верхний только читаю, вариант, и все, последний у меня Алёна, больше все, заканчиваю, уже 45 минут. Так, я летаю во сне постоянно, но не машу камень, а как будто хожу по воздуху, и настолько реально, что, когда просыпаюсь, удивляюсь, что не могу так ходить по воздуху, и я постоянно, вот я здесь пою дальше, я уже не вычитаю, скакает, точно. Я постоянно, а, кого-то спасаю, говорю, что расслабься, доберься мне, мы сейчас полетим. Ну, это вариант, у вас хорошо в том энергии, где феи и эльфы, у них крылышки как раз такие, летающие, или с энергиями ангелов, то есть, все, что вот так хорошо летает, значит, с духами воздуха идет как бы сотрудничество, и вы легкая, то есть, нет тяжести, нет тяжести, горень, трагедии, проблемы, и прочее, и на, за счет этой легкости, вариант феи, вы помогаете, помогаете, и это может быть ваше предназначение, работа на тонком плане, то есть, на тонком плане, тоже мы имеем свою работу, ну, по нашему желанию, истинной души, как некоторые, как ангелы, работают во сне, помогают, излечивают, спасают от проблем, или объясняют ситуацию, то есть, прям на ухо говорят, что вот там, этот человек тебя не любит, на самом деле, это оказывается так, и человек уже не проходит вот ту трагедию, которую может пройти, на самом деле, ну, все, я вас благодарю, всем удачи, добра и процветания, все, до связи. Большое спасибо, Елена, мы сегодня с вами и приоткрыли зависть над тайнами наших сновидений, а мне осталось еще раз рассказать вам о тех предложениях, которые сегодня прозвучали на выступлении Елены, кстати, весьма и весьма интересных, поэтому я быстренько их продублирую в чат, для тех, кто еще не успел сделать свой заказ, и немножечко об этом расскажу. Так, опять у меня в чат ничего не отдаются, ага, вот она отправилась, это трехдневный тренинг исполнения желаний. Вкратце, еще раз повторю для тех, кто, может быть, меня услышал или прослушал, тренинг этот в записи и рассматривает вопросы снятия неактуальных договоров или договоров, договоров, наверное, все-таки обещаний, снятие порчи с глаза, проклятий, создание защитного антипольта. Кроме всего прочего, из этого тренинга вы узнаете, какое лучше выбрать время и место для усиления своих намерений, как помогать людям при помощи меча силы, как можно исцелиться с помощью огненной энергии пяти видов. Вы научитесь создавать талисманы для денег, здоровья, желаемых отношений, а также получить помощь ваших предков и при всем том, исполнение желаемого в течение дня, при помощи ритуала мира, либо же при помощи путешествия на божественные планы. Редактор субтитров Корректор А.